Микс Ньюз. Утро на Балткоме. Ну раз уж вы так уже начали с этой темы, давайте мы её и продолжим. Что у нас сейчас происходит с акцизом на алкогольные, безалкогольные напитки? Вот сейчас у нас идёт не то что борьба, но обсуждение повышения акциза на напитки безалкогольные, но с содержанием сахарозаменителей. В общем, что-то идёт борьба, не знаю, за здоровье нации или за доходы. Давайте эти безалкогольные отложим, когда будем про цены говорить, там как раз это будет влиять на цену. А начнём с алкоголя. Что у нас в стране происходит? Мы в своё время приняли хороший закон, что крепкий алкоголь имел акцизу на 3,65 евро на литр меньше, чем у эстонцев и финнов. И к нам начали ехать финны, эстонцы за алкоголем, а за одной и за другим. Скажем, вот за эти 3 года у нас доходы только в самом ближнем прирубеже, это Валка и Руин и тому подобное, салцгрива, госбюджет получил дополнительную, сейчас скажу точную цифру, 33 миллиона евро только от этого алкоголя. Но кроме того, что алкоголь развился и торговля, и обслуживание, и другие услуги вокруг этого. Скажем, Валка, который городок там, одна десятая Тенгарокса, если мы смотрим по размеру, на сегодня 9 автосервисов, 3 зоомагазина, 3 аптеки, 3 специализированные магазины мяса, 5 кафе, 3 бензозаправки, 5 спа и тому подобное. То есть человек, который приезжает с алкоголем из Финляндии или Эстонии, он, конечно, тратит здесь другие деньги. Покушает, на шлях, заправится и тому подобное. Если мы смотрим, скажем, по потреблению, тогда у нас, скажем, потребление пива в этом регионе же, о котором мы говорим, только этот регион, 6% общего пива в 2016 году выпили эстонцы и финны, и в 2018 уже 15% общего потребления пива в стране – это эстонцы и финны. Если мы смотрим по алкоголю крепкому, тогда, похоже, процент вырос с 4 до 17% за эти 3 года. Простите, а как это подсчитывается? То есть в том плане, не спрашивают же продавцы какой национальности? Делается обследование. Если вы иногда видели, есть человек, который стоит с блокнотом. Вот я вчера пересекал границу, она тоже спрашивала, сколько у вас литров бензина в бензобаке. Ну и таким образом проводится каждый год исследование про этой торговли. Но надо сказать, что это только те доходы, которые государство считает, это служба госдоходов, при граничной торговле совсем. Но если, скажем, город Валмера, где только один торговый центр за год продает эстонцам товары и финнам на 30 миллионов евро. Только один торговый центр Валмера – это то, что еще не считало СГД. Потому что Валмера немножко дальше от границы, но все равно этот поток идет сюда. И поэтому мы считаем, что важно сохранить эту разницу акциза на крепкий алкоголь, чтобы этот магнит действовал, чтобы финны ездили бы к нам, а не оставляли свои деньги у эстонцев. И это нормально, что все мы куда-то ездим за каким-то товаром. Я, скажем, знаю, многие латвийцы едут за одеждой, в Милан летают. Ну, у каждой страны свой магнит, и ничего плохого, что соседи покупают у нас и оставляют у нас свои деньги. Надо же сказать, что доля налога довольно большая в покупке товаров. Если мы смотрим по отдельным группам товаров, скажем, пиво – это самое маленькое, это 50 центов за литр составляет налоги. Скажем, если мы смотрим крепкий алкоголь, это уже 10 евро на один литр составляет покупатель акцизы НДС для государства. Ну, то есть вы говорите о том, что даже если мы понизим акциз на алкоголь… Нам не надо понизить, нам не надо поднимать. Мы сейчас сделали, когда эстонцы снизили, мы тоже снизили. И доходы же упали от алкоголя из-за этого. Ну, нельзя сказать, что упали. Упала первоначальная акция из-за дохода, потому что у нас был закуплен алкоголь с повышенным акцизом. И пока эти запасы не распродались, у нас был спад где-то до сентября. Потом в сентября восстановилась нормальная оборота алкоголя. В том плане, что если объем остался примерно таким же, но при этом цена упала, значит ли это, что доходы уменьшились или прибыль? Нет, видите, при повышенном акцизе у нас будет и продаваться меньше. Если акциз сейчас повысить, тогда у нас доходы в бюджет упадут на 10%. Ну, это только от акциза, от алкоголя. Но надо понимать, что я уже рассказал все остальное хозяйство, которое развилось вокруг этого туризма. То есть упадут доходы и у этих... Да. И у нас, скажем, если в Балке за эти три года создал 150 рабочих мест, где вернулись люди из-за рубежа, потому что им стали лучше платить, здесь им было выгодно вернуться, тогда неизвестно, что в регионах будет. Конечно, отдельные депутаты говорят, да, будем развивать народное хозяйство в сельских районах, там, в отдаленных, но мы знаем, что за 10 лет мы особо, скажем, такого движения не видим, чтобы в регионах развивалась какая-то, ну, не знаю, дополнительная промышленность, которая создавала бы рабочие места и обеспечивала доход. Но сегодня наш отрасль, это две трети доходов в госбюджет, и пока нет другой отрасли, которая такой доход дает стране. Но основной аргумент противников такого решения, или, точнее, сторонников того, что нужно понять акциз, это здоровье. Вернемся к этому. Это тоже неправда. Два аргумента. Во-первых, у нас произошло и в мире, и в Европе исследование так называемого поколения Z. Это люди, о которых больше всего заботится Министерство благосостояния. Ну, то есть это люди, рожденные после, не ошибаюсь, 2003 года. Нет, 2003 еще не имеет права покупать алкоголь. А поколение Z это какой возраст? От 1995 года. Это люди, которые 25 лет, примерно, плюс-минус. И во всем мире за последние 4 года это поколение все меньше употребляет алкоголь. В целом в мире упало на 3%, в Латвии на 4%, которые вообще отказались от алкоголя. Кроме того, опрос показывает, что 30% молодежи от 22 до 30 за последнее время снизили употребление алкоголя. И одна из причин – это переход на такие более современные, если так сможем сказать, напитки. Это напитки альтернативные. Например, там шипучий белый чай. Или есть такое, сложно выговорить, скажу, напиток, эйфорический напиток с адаптогенами, натропическими составляющими. Звучит, как какой-то наркотик. Наркотик – это разные травы, которые улучшают настроение, так понимаю. Но, скажем, валерьянка успокаивает, это, наоборот, немножко возбудораживает. Но оно не является алкогольным напитком, и молодежь все больше переходит на такие диковинки. И поэтому употребление алкоголя в этой группе уменьшается. Поэтому сейчас сказать, что снижение акциза или неповышение акциза, это молодежь больше пьет, это просто идти против тенденций, которые происходят в мире и в нашей стране. Если уже молодежь пошла, она более тоже зарабатывает, больше может купить такие диковины, тогда непонятно в чем дело. И плюс еще второе. Если мы говорим про группу риска, если вдруг мы говорим не про молодежь, а группу риска, это эти люди с низкими доходами. Они все равно не будут покупать алкоголь по более высоким ценам. У нас есть для них два выхода. Первый, к сожалению, есть косметический спирт или подобные напитки, которые они иногда употребляют, которые содержат алкоголь. Мы их специально вывели сейчас. У нас в некоторых магазинах они еще в прошлом и позапрошлом году продавались близко к алкогольному отделу. Мы их все-таки вывели, чтобы меньше было бы желания их покупать. И второе, ну 90% людей, которые имеют золотые ручки, имеют дома, или там наливают, или породят. Самогон на варенье. Этот аппарат стоит где-то от 500 евро. И один раз вложился, и ты уже, скажем, виски-виски 10 евро на акции, 150 литров самогона сделает уже отработать. Конечно, это нелегально, но мы знаем, что все это делают, особенно в селе очень популярно. Нашмаковка, вкусный напиток, не рекламируют, его не продают, поэтому это не реклама. Но ведь нельзя отрицать того, что если цена на алкоголь останется низкой, то, скажем, та часть молодежи, которая покупает алкоголь, за ту же самую цену сможет покупать больше. Сможет, но будет ли она покупать? В этом-то дело. Одно то, что цена, а другое желание покупать. У нас у молодежи поменялись. Просто мне кажется, что министерство живет прошлыми годами, когда люди, когда были деньги, покупали неограниченно. Сейчас вот это, ну, последнего поколения совсем другие ориентиры. Она уже выбирает другие продукты. Это совсем другая молодежь. Нельзя судить по себе, если тебе 40 или 50, сколько, как и при почтении у молодежи, у которой 25. И мы видим эти тенденции, и они растут. И эти 4% – это очень большое количество. И, кроме того, мы говорим только о употреблении алкоголя. Но, к сожалению, у нас есть и другие вещества, которые заменяют алкоголь, если хочешь одурманиться. Но мы сегодня по этому дня говорим. Ну, помните, были очень популярны магазины разных трав. Я не думаю, что это полностью искоренено. Ну, перешло просто на другие травы сейчас, да. Ну, поэтому нельзя. Это такой аргумент, что если будет меньше, если будет цена такая же, как сегодня, тогда больше будут пить, тогда уже, извините, вы имели 3 месяца возможности показать, сделать анализ, что вот при этом пониженном акцизе, который у нас был с прошлого года, минимум полгода, вот такие явления. Но никто же не делает те исследования, которые показывают положительную тенденцию, те не берут во внимание, а реальную ситуацию никто не исследует. Это похоже как с депозитом. Мы сейчас будем делать специальный такой экспериментальный тур по сбору тары, чтобы показать, какой реальный объем тары может собрать в магазин, и насколько это будет стоить по сравнению с тем, как сейчас вы сортируете тару в мусоре. И что это будет? Да, что вы надеетесь? Закончим эту, перейдем? Закончим в округе. Да, думаю, закончим в округе. По депозитам тоже с удовольствием поговорю, очень много хорошей информации. То есть вы сейчас хотите ввести вот эту систему возвращения бутылок, какая в Европе? Мы не хотим, нас заставляют, но я даже скажу, в чем проблема, почему это решение неправильное ни с зеленой, ни с интересов народа в целом. Почему? Пошли? Да, пошли. Хорошо, пошли. Я только выпил. Ну, мы тогда напомним, что… Телефоны в нашей студии 67212-939-67213-939, звоните. Я видел, что были в начале звонки, потом прекратились. 2306191, можете написать в WhatsApp, это может быть даже проще, потому что мы всегда в любой удобный для нас момент можем зачитать вопросы. Да, чтобы не прерывать гостя. Ну, и, конечно, звоните в том числе. Что такое депозит? Депозит – это когда упаковку, которую вы покупаете в магазине, вы доплачиваете за эту упаковку, и когда упаковку возвращаете, вам возвращают деньги. Вот, скажем, у нас на сегодня есть добровольный депозит. Скажем, батарейки вы сдаёте, ничего не получаете обратно. Шины сдаёте, тоже ничего не получаете обратно. А производители напитков, это две большие компании «Алдрес» и «Коккола», решили, что им выгоднее не платить за то, чтобы их бутылки выбирали бы из мусора, как сейчас делают сборщики мусора. И в нормальных всех городах и властях есть сортировка мусора. В Риге из-за чехарды, которая происходила с конкурсами, к сожалению, сортировка мусора хуже, чем была лет пять тому назад, нет у этого возможности. И на сегодня вы или сортируете, или мусорщик уже на заводе высортировывает бутылки и перерабатывает их. Или вы можете найти, есть пункты тары, куда вы сделаете те стеклянные бутылки, которые идут в вторичный оборот, это в основном пиво, где там цена у вас 4-6 центов за бутылку вы получаете обратно, но вы не вплачиваете какую-то сумму при покупке. Просто отдавая бутылку, вы продаете как будто бутылку. По новым депозитным правилам, что хотят эти два больших производителя? Они хотят, чтобы из общей массы упаковки напитков выбрать 5% бутылок, это из всей массы, и собирать отдельно. Это значит, что мы берем из всего потока 20-ю часть, бутылок выбираем, собираем отдельно и делаем специальную систему. А почему только 20-ю часть? Почему не все? Потому что желание этих производителей собирать только ту упаковку, которую они пускают на рынки. И они составляют как раз вот эти 5%? Да, и мы из-за этого должны сейчас, во-первых, создавать отдельную систему, во-вторых, вы все будете, покупатели, будут вплачивать депозит, мы примерно 5 миллионов евро платим авансом производителям за то, что мы купим напиток. Но за то время это будет тот, скажем, объем продукта, который вы купили, но вы еще не вернули бутылку обратно. Плюс еще производитель будет зарабатывать на том, что примерно 10% бутылок никто не сдает обратно, и эти деньги он оставит себе. Это примерно 500 тысяч он получает еще себе дополнительно. Что мы видим с другой стороны? Если мусорщики, там логистика, есть по общей стране, и мусор собирается в каждом регионе, есть свой пункт, куда везется мусор и сортируется, тогда при депозите мы будем собирать со всей страны, и возить в одну точку, и там все складывать. То есть дорожание, обслуживание, обработки этой части мусора будет примерно 5 раз дороже, чем если мы собираем и сортируем бутылки в общем потоке. Ну, так как сегодня происходит. Плюс еще у нас мусор станет дешевле, потому что в мусоре будет меньше тех частей, которые продаются, то есть металл, стекло и пластик, которые на сегодня востребованы в Латвии, единственная фабрика, которая перерабатывает пластик. И, исходя из этого, у нас и сбор мусора станет дороже для домашнего хозяйства, потому что мусорщик меньше получит прибыли, и из-за этого он поставит вам выше тариф за тот мусор, который он вывозит, потому что меньше получает обратно. Такое ли будет это сильное влияние, если мы говорим о 5% бутылок, производимых только двумя производителями? Это повлияет очень на всю цену, потому что нам, торговля, вернуть деньги только за то, что связано с конкретной обработкой бутылки, а за то, что мы сделаем все остальное, которое идет к этому, кассовый аппарат надо будет опять перепрограммировать, надо будет бухгалтерские системы изменить и так далее. За эти дополнительные мы понесем убытки, примерно каждый год мы должны будем доплатить около 4 миллионов евро, которые нам придется поставить на общие расходы торговли. Потому что мы не сможем отделить эти расходы от общих. И мы сейчас вернемся к ценам, когда мы видим, что это опять повлияет на цены. То есть каждый год мы будем 2 евро, каждый житель Латвии заплатит в общей цене, плюс он заплатит за напитки, потому что кроме того, что 10 центов он авансом заплатит, этот сам напиток тоже подорожает из-за этой дорогой системы, которая в 5 раза дороже, чем сегодня сбор мусора. Если мы сегодня, производитель платит полцента за одну бутылку, которую мусорщик выбирает, тогда здесь это будет стоить 3 цента. То есть продукт еще подорожает минимум на 2,5 цента, которые производитель возьмет себе, чтобы кредит расходы самой системы, плюс еще то, что вы платите за депозит аванса. А почему вы говорите, что эта система будет невыгодна с точки зрения экологии и зеленой политики? Потому что мы вложили европейские деньги на сортировку мусора. А она у нас работает? Потому что я замечаю, как мусор скидывается в одну машину. Если вы слышали то, что я говорил заранее, что у нас во всей стране эта работа излечением Григи, где в результате вот этих проблем с конкурсом у нас не налажена нормальная система мусора. Мусорщики еще работают по-старому. Но это все равно должно измениться, потому что хочешь не хочешь, мы участвуем в зеленой сделке, которую объявила Европейская комиссия. И в этой сделке я уверен, что будет решение, что надо всю упаковку пластиковую собирать, и тогда мы еще будем эту депозитную систему через пять лет перестраивать полностью. Потому что я не смогу в моем тарнике еще собирать бутылки от бытовой химии, баночки от стекла и так далее. Поэтому мы сейчас тратим деньги, во-первых, в интересах скандинавских производителей, которым интересно продать автоматы. У них стоит три года ничего нового, нету заказа, тут сразу 80 миллионов из нашей страны выкачают с радостью. И плюс того, что большим компаниям будет выгоднее работать на одном балтийском рынке, где все бутылки в депозите, но от этого пострадают маленькие. Потому что чем меньше предприятие, тем больше оно будет вносить деньги в депозитную систему. Звонок, наверное. Да, у нас разрываются телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Да. Ваш гость оставляет впечатление какого демагога. Как бы возразить нечего. А чему возразить? Да, у вас какой-то вопрос. У вас есть какой-то конкретный пример? Вот я ничего-то не понимаю. Скажем про ту же воду, он говорит, что там все сразу подорожает. А в той же других западных странах, где есть депозитная система, на упаковку, на тару пластмассовую, там вода не дороже, она дешевле, чем у нас. Потом насчет строить экономику в Латвии за счет паразитирования на соседей, это мы всегда будем зависеть от акцизной политики соседних стран. И это можно такую политику строить только когда этот бизнес близок к политике. И то, как оперативно реагировали на движение акциза, это все показало. Спасибо. Спасибо за два вопроса. Да, я понял. Первый вопрос по цене. Мы говорим о упаковке. Мы не говорим о общей ценной продукте. Почему продукт дешевле там или в другой стране, это понятно, чем больше рынок, тем больше поставки, тем дешевле продукт. Если мы говорим про депозит, тогда депозит внедрен в менее половины стран Евросоюза. Это устаревшая система. Последний раз, три года тому назад, вводили в Литве, и несколько стран уже собираются отказаться от депозита. Система депозита была разработана в конце 20 века. И сами представляете, что у нас телефоны уже за 20 лет, мы этим телефоном уже, кроме, не знаю, там гостей вбивать, ничего другого не можем сделать. То же самое система депозита. Это устаревшая система сбора упаковки. Второй вопрос был про то, хорошо или нехорошо зарабатывать на том, что у тебя дешевле, чем в соседней стране. Я не вижу в этом никакой проблемы. Если мы зависим, тогда так получается. То есть, Эстония понизит акцесс еще раз, мы еще раз понизим акцесс, а не еще понизим. Мы еще понизим. Не будет этой войны, и всегда есть какая-то разница в цене. И мы же не говорим о том, что... Ну, второй элемент. Ну, сделайте такое народное хозяйство, что мы зарабатывали хорошо без торговли, и не будем вообще торговать. Но надо же обеспечить как-то доходы народу и развитие регионов. То, что сейчас происходит, если не было бы торговли регионов, вообще были бы пустые. Там было бы 5-6 жителей, условно, в одной волости, и все. Но мы же не хотим, чтобы все концентрировалось в Риге. Да, хорошо. Поэтому надо создавать альтернативные, скажем так, способы зарабатывания. Я же не против, чтобы развивалось народное хозяйство. И с другой стороны, это нормальная тенденция в мире. Ну, тогда не езжайте никуда. Все, покупайте здесь. Закроем границы. Будет закрытый рынок Северной Кореи. И мы будем все жить хорошо и не будем паразитировать на соседних странах. То же самое можно тогда сказать, ну, про Китай тоже паразитирует в всем мире, потому что экспортирует свои продукты, которые дешевле. Вот здесь как раз спрашивают, кроме спиртного, можем ли мы еще чем-то привлечь туристов? Если мы говорим про товары конкретно, тогда у нас сейчас намного дешевле бензин, чем у эстонцев, что тоже положительно, но дороже, чем у литовцев. То есть наши будут заправляться, которые при границе поедут в Литве. Есть тоже международные перевозки, когда тоже заправляются более на восток или на запад, потому что и в Польше, насколько я помню, дешевле бензин, чем у нас. И, конечно, Беларусь, это совсем другие цены. И международные перевозчики, которые едут туда, стараются заправляться там. И это нормальная политика, так же, как и мы, когда где-то покупаем, идем из одного магазина в другой, смотрим, где дешевле, и такое оно. Политический лозунг, и будем патриотами, и будем, скажем, любить наших соседей, но зачем мы должны отдавать финского туриста эстонцам? Пусть он к нам приезжает и тратит деньги, и в этом ничего позорного. К сожалению, вот это закореневшее мышление части народа о том, что торговля – это плохо, это позорно и так далее, это пережиток советских времен, и, наверное, вот этот человек тоже еще живет этими пережитками, что все, что торговля – это плохо, отрицательно. Ну, так не покупай ничего. А есть ли какие-то товары, которые мы… Вот, например, эстонцы, они знали, что большая часть их жителей едут покупать алкоголь в Латвии, и они понизили акциз для того, чтобы сохранить часть жителей и вернуть себе часть доходов? Они хотят сохранить финнов, потому что самый большой поток из Финляндии, у них еще выше акциз. Есть ли что-то такое, что мы можем сделать нечто похожее, но вернуть так туристов из Литвы, например? Ну, литовцы к нам ездят отдыхать из-за разнообразия. У них, конечно, к сожалению, туристы… Нет, я имею в виду, что, скажем, вот латвийцы ездят в Литву, чтобы купить, я не знаю, бензин, еще, наверное, какие-то продукты. Есть ли какая-то группа продуктов, которые мы можем провернуть, в принципе, такую же историю, как сделали эстонцы с алкогольными напитками? Ну, у нас был Дзентерс, который, к сожалению, был плохо рекламированный, поэтому, наверное, эти объемы продаж были недостаточны, и господин Герчиков не справился с государственными долгами, и государство его закрыло за это, да, но других таких магнитов особенно я не вижу, текстильные, у нас есть отдельные, ну, брендовые одежды, но это очень маленький сегмент, это в сегменте дорогих людей, сложно сказать, я думаю, кроме такого исторического туризма отдохнуть в Латвии и посмотреть примечательности, в том числе и природу, таких особых магнитов товарных, я не вижу, у нас и производство местное очень мало такого, ну, брендового, что продавалось бы за рубежом, и, кстати, вот если мы говорим про тут валмирский торговый центр, тогда там очень хорошо как раз продаются международные бренды, что люди поехали, там, скажем, брендовым магазинам намного выгоднее работать в валмире, чем в Риге. Спрашивают, а в Финляндии чем может привлечь, например, латышей, вот зачем могут латыши съездить в Финляндию? Очень полезно съездить, посмотреть, как они относятся к природе, во-первых, там полностью доступны все леса, и вы можете идти куда хотите, нет заборов, как у нас, что тут нельзя, там нельзя, там частная собственность, тут частная собственность, во-вторых, очень правильно развита вся система переработки натуральных ресурсов, то есть, когда деревья пилятся, перерабатываются, потом из-за отходов этого производства топятся школы и другие социальные заведения, все сделано очень дружественно к природе, и в этом смысле, конечно, в Финляндии стоит посмотреть, ну и плюс там Северный полюс, там Санта-Клаус, олени, но к сожалению, вот из-за потепления природы, и депозитная система, кстати, влияет негативно на природу, говорят, что олени стали немножко меньше размером, чем они были лет 5-10, но мутазад, они не дорастают. Ну давайте перейдем тогда еще на тему, которую вы... Очень много звонков, здравствуйте, пожалуйста. Добрый утро, господин Донусевич, вот я каждую неделю покупаю двухлитровую бутылку молока, дам, по этой бутылке, и вот на сегодняшний день у меня стоят где-то 7 таких бутылок, которые я выброшу в мусоропровод, а это получается 4-5 бутылок в месяц, а вот бутылочку 250 грамм или полулитра из-под шампуня или 400-граммовую я покупаю раз в 2-3 месяца, потому что шампунь концентрированный больше не надо. Так я думаю, что вначале надо организовать сбор хотя бы тары емкостью 2-1,5 литра, да, то есть вот из-под минеральной воды и из-под молока, а проблему выбросить из-под шампуня, из-под бутылочки, это не проблема в мусоропровод, а вот такую 2-х литровую бутылку ты не повезешь ее вот в эти контейнеры, она просто даже не проходит сквозь это отверстие. Спасибо. Вы правильно указали, это мы тоже, и поэтому говорим, что надо собирать весь депозит, молочную тару в первую очередь. В этой депозитной системе, которая разрабатывает Альдрес и Кококола, молочные продукты не входят. Не только молочные, у нас есть и большие, другие там 3-х и 5-литровые банки пластиковые, которые мы выбрасываем, потому что никто их не принимает. И наше видение и видение государства до прошлого года было такое, что мы развиваем сортировку мусора и на базе мусорных площадок, где вы сегодня можете старый телевизор отвезти, белую технику и тому подобное, делайте сбор любого вида упаковки и сортировать там. В том пилотном проекте, который мы начнем в этом месяце, мы будем собирать любую упаковку и стекло, и молочную тару, и то, что депозитная тара. И мы хотим как раз показать, какой объем тары в целом есть и сколько из этого реально депозитного и насколько оплачивается в магазине ставить за 20 тысяч автомат, которые собирают бутылки, если объем бутылок меньше там. У нас, чтобы оплачивалось, надо сдавать одну, где-то две бутылки, если я правильно помню, в минуту. Но такой объем это очень большой для сельской местности. Давайте перейдем на тему, которую вы тут уже анонсировали, которая, конечно, тоже очень важна. Это цены, изменение цен. Вот буквально вчера появилась новость опять-таки о продолжающемся уровне инфляции. Ну, вроде как считается, инфляция это признак здоровой экономики. В общем, я смотрю, вы подготовили какие-то данные и таблички, поэтому, может быть, у вас есть какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать? Ну, конечно, у нас цены растут, и там есть четыре основные принципа. Я хотел бы начать просто с воды, сказать, мы там затронули, что в Германии вода дешевле. Надо сказать, что у нас тоже тенденция снижения цены на воду есть. Скажем, если мы смотрим за последние три года, тогда вода подешевела на 1-2 цента за литр воды, и манголи, и другие минеральные, и эта тенденция сохраняется. Кстати, из таких диковин, как у нас, шампанское тоже подешевело. Не знаю, почему, но это тоже положительно. Но если мы говорим вообще, тогда, конечно, рост цен у нас, во-первых, потому что растет цены нефти, это логистика, это вся перевозка продуктов, и с одной стороны в другой, где импорт-экспорт, плюс еще доставка от производителя на место продажи, или это, если электронный магазин, тогда тоже доставка, покупают или надо. Второе, это, конечно, то, что растут цены продуктов сельского хозяйства. Здесь связано с тем, что у нас погода стала хуже, в целом, там, где выращивают в основном продукты, стало более сухо, у нас это, не скажешь, более сухо, исходя меньше влаги и меньше урожая. Кроме того, Америка и некоторые другие страны в основном кукурузу пользуются, чтобы вырабатывать топливо, исходя из этого уменьшается доступный запас продовольствия на мировом рынке, а количество людей, как мы знаем, к сожалению, все еще продолжает расти. Ну и плюс к этому всего люди становятся в целом немножко богаче, не только в нашей стране, но и в других, и те, которые побогаче, хотят перейти из овощей, тоже мясо время, время не кушать, мясо дороже, хотя мы говорим про веганов и тому подобных группы покупателей, но все равно они не заменяют по количеству прирост тех людей, которые переходят на пользование мясом. Ну и, конечно, то, что мы знаем в нашей стране, это рост заработной платы, который вызывает инфляцию в нашей стране. И, конечно, это до какого-то определенного уровня, когда наши цены станут дороже, чем у соседей, и тогда начнется отток опять покупателей в соседние страны за продуктами. Но ведь, когда этот отток начнется, разве торговцы не поймут, что нужно опять снижать цены на продукты? Да, но мне же зарплату я вам не снижу, вы же не придете работать на меньшую зарплату, или бензин тоже не станет дешевле. Это такое, вот господин сказал, что надо развивать народное хозяйство, надо развивать производящие отрасли, чтобы у нас был бы доход не только с торговли. Если будет дополнительный доход с производящих отраслей, тогда мы и сможем будет более высокая покупательская способность при высоких ценах. Например, Норвегия, цены ужасные, но и зарплата там другая, чем у нас. А вот этот пример Норвегии, все-таки, может ли когда-то выровняться по Евросоюзу и цены, и зарплаты, так, чтобы мы все-таки не чувствовали себя страной как бы отстающей? Я думаю, что это нереально, потому что некоторые страны Евросоюза живут в других условиях. Исторически, ну, Норвегия, мы знаем, она сидит на нефти, и политика из-за этого совсем другая, и другие доходы. То же самое Германия, которая зарабатывает за счет развитых технологий, которые на долгие года еще определят им довольно высокий уровень жизни. Но мы малая страна, если мы ничего своего не найдем, начнем, на чем мы начнем зарабатывать, на сегодня, я понимаю, это IT, который развивается, но, как мы знаем, там тоже не хватает рабочих и недостаток и студентов в этой группе, да, но лесопереработка у нас всегда была, и я думаю, что у нас погода особо не меняется, возможно, даже лучше для того, чтобы леса росли, но это не может быть единственной основой экономики. Ну, по транзиту мы тоже знаем, что ситуация ухудшается, потому что соседи, из которых мы получали заказы, они развили свои порты или использовали другие способы передвижения, неназемные продукции, да, по морям, ну, такая ситуация, надо развивать, как правильно сказал господин, развивать, ему флаг в руки, я отвечаю за отрасль торговли, он пусть занимается развитием других отраслей народного хозяйства. Ваш прогноз мягко говоря, не оптимистичен. Если пойдет так, как сейчас пойдет, то Латвия еще дальше отдалится от более успешных стран. Ну, пока не видно, у нас единственное такое большое предприятие, которое китайцы построили рядом с аэропортом по генной технологии, да, ну, это хорошая ласточка, и надо сказать спасибо тому, кто привел это предприятие в Латвию, но нам надо больше таких предприятий, надо тоже понять, что эти деньги от этих предприятий помогают развиваться стране. Не всегда там доход одного предприятия дает доход и стране. Если бы у вас был полный контроль над экономикой Латвии, как бы вы построили план развития страны, чтобы в будущем развиться в более экономически успешных государствах? Знаете, главная проблема в том, что у нас нету долгосрочного видения, куда мы идем, и каждое правительство строит новые программы. Вот за 20 лет, мне кажется, уже где-то 30 программ было, вот сейчас последняя тоже странная программа, что совместили вместе развитие энергетики и зеленую стратегию. Это две вещи, которые не всегда идут руку в руку и между собой и борются в некоторых случаях. Поэтому я не понимаю, как мы можем делать зеленую стратегию, одновременно развивая энергетику. Конечно, это можно, но это не может быть в одной стратегии. Если мы идем по зеленой стратегии, здесь тоже вопрос, почему мы должны идти впереди других и нести дополнительные расходы, если богатые страны могут себе позволить, скажем, биотоплива, добавлять больше к бензину, то есть ухудшать качество бензина, которым мы пользуемся, заодно подорожав его, потому что это все экспорт, импорт, извините, это все импортное, зачем мы должны идти впереди других. Пойдем шаг за шагом, но не будем опережать другие страны, которые более богатые и могут себе позволить вводить новшества, которые более дороже, тем более, что мы не являемся загрязнителем, и наоборот, наша страна декларирует, что мы вторая или третья самая зеленая в Европе. У нас еще просто есть звонок, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос. Доброе утро. Хотел, во-первых, поблагодарить ведущих, очень интересно, нашли героя, пригласили человека, представителя другой планеты, где люди богатеют и торплаты растут, это было очень приятно услышать, что где-то люди так живут. А по поводу наших предприятий хотел бы немножко заступиться за Герчика, что для начала не Герчиков не смог выполнить государственные условия, а Герчикова сначала задушили тарифами на электроэнергию и ввозимыми пошлинами на исходное сырье, а потом Герчиков обанкротился вслед за Огротским трикотажным комбинатом, который не потянул ввозные пошлины на шерсть и на стоимость электроэнергии, вслед за лепостью металлургом, который не потянул расценки на электроэнергию, которая регулируется государством и так далее. То есть государство осознанно придушило эти тяжелые предприятия, которые могли бы тянуть экономику вперед. То есть сначала государство, а потом они обанкротились. В этом заключается моя реплика. А по поводу перспективы, конечно, хотелось бы, чтобы у нас была промышленная экономика, но до тех пор, пока у нас в приоритете стоит латышская Латвия, а не богатая Латвия, у нас этого не будет. Как вы думаете? Я тоже хотел бы сказать, что мне Герчиков и его продукты очень нравятся, и я был фан его продукции, всегда возил, когда я ездил в соседние страны, его продукты подарить. Но надо сказать, что, конечно, были факторы, которые повлияли на него, но нельзя сказать однозначно, что государство его погубило, все-таки предприятию надо было раньше перестроиться и более активно заниматься продажами. Но ведь действительно у нас вот упомянуты и ЛЭП, и Олбас, и Трикотажа. То есть такая получается, что государство вот режет курицу, которая не снялась. В целом, где мы звонящие прав, что государство не помогало местным предприятиям выжить, а старалось задушить большие предприятия, которые считали, что это базы ненационального бизнеса в нашей стране. И чем меньше будет эта база, тем более однородно будет население государства. То есть это можно назвать ошибкой? Я не знаю, что у нас есть очень много ошибок. Одна из самых больных, которая наше государство ударило и по латышам, и местным жителям, которые жили и до войны здесь, это была приватизация жилищного фонда. Ни в одной стране постсоциалистической жилой фонд не был отдан предыдущим владельцам. Отдавали только земли и производственные предприятия. А чтобы отобрать жилье у коренных людей, которые жили здесь до войны и после войны, и выставить их в более плохом, в данном случае политическом, ситуации с теми, которые приехали после войны из других республик Советского Союза и получили жилье уже в новопостроенном, они получили, им осталась квартира, а те, которые были довоенные, тем отобрали, и они остались с ничем и без компенсации за то, что их выбросили на улицу новые владельцы, которые поднимали в 10 и 20 раз арендную плату. Еще одна тема, которую хотелось бы успеть обсудить, потому что, конечно, время уже подходит к концу, но в последнее время муссируется уже в СМИ и в обществе такой вопрос, как отмена мелких монеток одного и двух центов. С точки зрения торговцев это какое-то значение вообще имеет или отменят, не отменят? Отменят, пострадает опять покупатель, потому что, во-первых, или если мы будем округлять, скажем, на 95 или 100, тогда, конечно, если товар стоил 97, я не смогу продавать 95 в убыток. Значит, будет среднее выравнивание туда, если это будет округление общей покупки, тогда тоже мы становимся в такой, и покупатель станет в странной ситуации, скажем, он видел на полке цена 96, а при округлении он заплатил, скажем, 97, потому что сумма получилась округление вверх. Это такая очень странная система, которая несет к убыткам и покупателя, и торговли осложнить жизнь. Но основная мотивация в том, насколько я понимаю, что мелкие монеты, они просто по себестоимости очень невыгодны, их производство. Не надо было Евросоюзу, извините, вводить мелкие монеты, или тогда отменяем везде. Отменяем, что в Евросоюзе нет в обороте одной двухцентовой монеты. И мы понимаем, в какой системе мы работаем, но такое балование тут есть, там нету, скажем, в Литве будет, у нас не будет. Ну что, ну, есть единая валюта или есть, или нет. Ну, такое балование, конечно, можно отменить, но еще раз хочу сказать, что этого пострадает житель Латвии, покупатель, который платит за товар и услуги, потому что это будет дороже и в ущерб покупателю. Так же, как, извините, девальвация денег или переход с одной системы на другую всегда оплачивает эти процессы. Кто? Покупатель. Ну да, мы пережили, я еще помню, Павловскую реформу, я еще помню Лепшики, то есть, вот все эти вот сложные... Да что уж далеко ходить, переход Сватов на евро тоже поднялся насильно. Ну... Да, ну и если мы говорим про местные все-таки продукты, насколько все-таки местным производителям они зависимы от НДС, насколько это политика государства, может ли она дать возможность все-таки развиваться местным производителям? положительно повлияло сниженное НДС на овощи и фрукты, характерно для местного производства, мы видим, что цены, но некоторые из них стабилизировались, конечно, все равно цены растут, но на другие, которые немножко выросли цены, этот был буфер, чтобы цена так не выросла, скажем, мы можем видеть, что долгосрочная там картошка и морковка подешевела, благодаря этому огурцы, помидоры, это те продукты, которые стали в течение четырех лет, благодаря этому дешевле, ну и плюс тому легализировался рынок, стало легче работать местному производителю, ему не надо было столько авансировать деньги, НДС был меньше и, конечно, конкуренция с импортом стала более честная, потому что меньше вот эта разница вилка, которую зарабатывали, те, которые завозили помидоры, не показывали, что это импорт продавали как местный и зарабатывали НДС за счет этого дела, и мы думаем, что это хорошо и если мы, скажем, еще могли бы пойти по Сниженному НДС для книг, было бы хорошо, потому что книги, к сожалению, их производство все дороже, поэтому тираж маленький и желательно было бы, чтобы люди более имели доступ к книгам, и, конечно, мы ратуем за то, чтобы люди могли бы чаще и дешевле пообедать, но у нас практика довольно такая, ну, популярная, что люди несут из дому с собой еду, потому что не могут позволиться каждый день сходить в кафе, ресторан, и тоже не могут позволиться иногда семьи просто сходить вечером в ресторан, я только что имел честь посетить одного из наших, как сказать, рестораторов в Нериге, он говорит, ну, вот ко мне семья приезжает, раз в месяц она может 50-60 евро потратиться, мне это большие налоги, они тоже больше не могут себе позволить, потому что дохода, к сожалению, недостаточно, его мнение, или надо два раза меньше налоги, или в стране должно быть два раза больше жителей, один из выходов должен быть, и тогда его желание, что правительство что-то решило, или бы начали активно рожать, или чтобы снизили бы налоги, чтобы малые и средние производители особенно в этом секторе могли бы выжить, и мы считаем, что снижение НДС в общественном питании даст возможность и снизить цену, и людям более доступно будет иногда отдохнуть, не готовя дома, сделав себе маленький праздник. На этом мы, наверное, уже закончим, подходит время к концу, спасибо большое, у нас в гостях был глава Ассоциации торговцев Хенрик Донусевич. отеля,